ассалам агалейкум достар булка штанов минэн каштанов reaction арнама хошки альди низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием жизнь русского в казахстане ребята приступаем к просмотру прежде чем мы приступим к опрахме за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка проходите прожимаете также подписывайтесь на мой бусти ссылка также в описании туда я выкладываю реакции на полнометражные фильмы и сериалы последний фильм который я посмотрел формате реакции это фильм джокер 2019 года очень крутой фильм хотя и достаточно тяжеловатый но советую всем так что подписывайтесь а мы приступаем кетка всем привет это не совсем формат канала я хотел бы рассказать вам историю от первого лица жизнь русского в казахстане поехали интересно родился я и вырос в городе алматы тогда он еще назывался алма а там к слову сказать мои родители и бабушка с дедушкой тоже из казахстана и в повседневной жизни никто не думал о национальности все потому что в казахстане огромное разнообразие наций и если человек ведет себя плохо никто не указывает на его национальность если человек а кто какая разница какой нации а все потому что все живут вместе и в школе в классе у вас могут быть белорус казаху и гур курт немец чеченец и вы просто не обращаете внимание на какие-то различия что на самом деле очень классно потому что все научились жить вместе в мире но параллельно с этим многие смотрели российское телевидение российских блогеров особенно старшее поколение российское телевидение смотрят и тебе но старше пока поколение наверное еще по инерции до смотрит потому что как правило они выходцы из советского союза я думаю с этим связано по естественным причинам скоро я думаю это пойдет на убыль но вы понимаете о чем я говорю и рассказывают что вот где-то есть прекрасная страна страна русских россия вообще непонятно почему она страна русских потому что там огромное количество других республик в составе но да ладно это великая страна почему она великая другие невеликие не уточняется живешь ты и думаешь что вот есть такая земля по поводу русских да опять же та же самая пресловутая америка нету же американцев коренных американцев их истребили и они были индейцами коренные американцы до континента там тоже все приезжие и по моему в отношении к америки подобный вопрос вообще не стоит да и никто даже не думает задаваться американцы американцы хотя по сути там люди со всего мира со всего мира там люди небольшая земля потом в один прекрасный момент и едешь посмотреть и что же ты видишь что во первых ты нахрен никому не нужен что там не так уж все радужно развалины и города убитые дороги и вот это вот все если что я был где-то наверное 10-15 городах в россии и не увидел ничего прям хорошего там москва богатый город но жить там совершенно невозможно но лично по мне и вот это вот так ребят ну во первых как говорится хорошо там где нас нет да второе ну столицы они всегда самые крутые богатые лоск шик блеск вот это вот все периферия конечно оставляет желать лучшего я так я думаю так во всех городах во всех странах абсолютно это данность данность нашего общества что там где турии и и или туристический центр да тоже куда приезжают туристы лицо страны для заграницы надо пустить ну не ну наверное можно сказать даже и пустить пыль в глаза если отталкиваясь от того что у тебя периферия вся просто не какущая наверное это так я думаю можно посчитать на пальцах одной руки страны где что периферия что столицы были бы ну как плюс минус одинакового уровня как правило это не так вот их отношения когда полиция или гаишники берут твои права твое удостоверение казахстана и таким пренебрежительным взглядом казах типа знаете люди второго сорта казахстан чё это вы ага ага я думаю это частный случай ребята это частный случай я сомневаюсь что они встретят сабурова да когда он еще жил в москве все это время и стал популярным в россии в москве и сказали мы казах что ли я бы я так сомневаюсь чтобы они ему ему так сказали это наверное все таки частные случаи что вот ну попался такой вот вам мен да или полицейский не знаю как сказать но хотя не знаю что там в москве москве же вообще там как говорится в кавычках отдельное государство там абсолютно все по-другому никак в россии вот ну живу в татарстане не скажу чтобы часто но нет нет ну блин я и русский россиянин да из россии понятное дело у меня права и паспорта гражданина российской федерации поэтому мне наверное тяжело как-то здесь что-то судить и комментировать это надо быть на месте этого парня до который показывает права казахстана чтобы по полной ощутить вот это вот приветствие да в кавычках ну не знаю все таки я думаю это частный случай ребята в основном вот такие случаи они частные это не указывает на какой-то массовый стиль и вообще в принципе отношения к казахам да ребята у нас вон комики казахи и режиссеры казахи и даже в госдуме кто-то там казах сидит но сейчас я не знаю но какую-то одну из высших должностей занимал сколько на моем канале видео вот эти топы казахов которые популярны в россии так что ребят я думаю это конечно же не не массовый момент казахи приехали по наехали к нам и ты понимаешь что ничего особо крутого в этой стране нет москва опять же та же самая москва ребята да там половины на народу если не больше это выходцы из приезжий из соседних государств и все там себя достаточно очень неплохо чувствуют у всех бизнесы какие-то магазины кто чуть-чуть попроворнее там может быть еще покрупнее бизнеса и нормально себя чувствуют живут еще получше приезжих россиян или русских как сказать правильно которые из россии из центральной или из регионов приехали допустим в москву да так что я бы так опять же опять же это все частные случаи но это не не подавляющее вот это вот большинство если что я пожил несколько лет в районе 2012 15 годов и знаете я понял то что моя родина казахстан я обожаю эту страну я обожаю менталитет наш ту атмосферу в которой ты находишься это сложно объяснить это наверное надо только почувствовать и в то время я очень не понимал людей которые переезжают из казахстана в россию притом в какие-то маленькие города деревни просто из-за того что это типа россиюшка а то что там вас не ставят это план я понимаю еще тех кто да ты никому не нужен нигде причем тут россия блин а приедешь ты в германию вон сколько опять же видео в последнее время появляется из германии в казахстан тоже возвращаются а там ты чё кому-то нужен что ли и вот я приеду в казахстан меня там встретит да где-то что-то угостят где-то что-то первое время там при приюте ада если допустим не дай бог ситуация будет совсем какая-то сложная но это все до поры до времени и я сам буду это понимать конечно же да как бы ну зачем так наши и сидеть и все такое но в целом дальше ты двигаешься сам и так везде ты никому нигде не нужен ты сам пробиваешься не знаю ребят я чуть прям вот немножко даже завелся от этого ехал делать деньги там в москву какой-то бизнес строить и так далее потому что там возможности какие-то но просто ради того чтобы поехать в россию но все эти рассказы про притеснение русских казахстане чтобы за всю свою жизнь я ни разу не столкнулся с какими-то притеснениями дело производства документы таблички все дублируются на русском языке да блин русские должны быть благодарны просто казахстану за это а не что-то там говорить про ущемление и стремление да я уже тоже вот смотрю сколько таких видео читаю комментарии которыми пишут казахи русские которые живут вот втором третьем поколении в казахстане и все они пишут нет никакого ущемления и это я все прекрасно понимаю ребята это боты боты пишут боты фермы которые нацелены исключительно на разжигание межнациональной розни вот и все я у даже небо в казахстане но я уже на 99 процентов уверен что это именно так но на сто процентов я могу быть уверен если я окажусь в казахстане и пожилу там какое-то время до чтобы говорится по полной на себе это ощутить но ребята никому не ну не нужно вот это вот все обычным жителям обычным людям это не нужно у всех есть свои какие-то заботы и дела семьи работы и так далее есть специальные люди которые сидят на зарплате которые все это пишут и потихонечку вот это вот критическая масса подобной информации в интернете она накапливается накапливается какая-нибудь домохозяйка или какой-нибудь человек который вот залез в youtube до случайно наткнулся на какое-то видео он посмотрел да повозмущался и все и у него это отложилось и это набирает как бы и это такой некий накапливаемый эффект вот и все вот как это работает не не к изучению казахского языка всегда поощряется я считаю вообще казахи нереально умный народ и как минимум разговаривают как минимум на двух языках что по сути говорит что этот человек умнее тебя если ты знаешь только один язык на национальность это такая иллюзорная ну не знаю ребята неужели знание двух языков это показатель того что человек умнее или не умнее я думаю как бы не в этом измеряется ум но как бы вот в этом понимании да в казахстане так сложилось наверное если так можно сказать исторически да что там ну во первых то что казахстан был в составе советского союза и сейчас 30 лет понятно дело суверенитет но еще как говорится живо поколение тех кто жил в советском союзе как я уже сказал в самом начале видео это конечно же по естественным причинам потихонечку будет уходить на убыль вы понимаете опять же да с чем это связано но пока вот так и есть и в стране где говорят на казахском в основном и тоже в немалой степени на русском все это случается с детства и а когда тебе там я не знаю два-три года ты учишься ну даже в три года ты уже говоришь и скорее всего на двух языках на русском и на казахском только потому что вокруг тебя всегда все говорят на русском и на казахском у тебя это все ты просто это знаешь но я думаю это не показатель ума какого-то что ты умнее тех кто знает один язык вещь по факту но это удобнее конечно же не отличаются безусловно зависит от воспитания и от мировоззрения если человек хороший интеллигентный абсолютно неважно какой национальности согласен также если человек полностью тоже национальность тут вообще ни при чем при том допустим когда у тебя в роду русские украинцы евреи то кто ты по национальности и когда жена у тебя уйгурка и в казахстане вообще огромное количество смешанных браков ну и стоит ли говорить что дети метисы это вообще самые красивые и самые классные люди так что я вот этой гордости российской типа я русский никогда не понимал но какого хрена какая разница кто ты главное же какой ты человек на самом деле великая страна почему великая страна казахстан конечно тоже не идеальная страна я ничего не хочу сказать но я считаю что великость страны не зависит от того какой у тебя президенты или сколько у тебя оружия вели ну это так же как и то что ты умный человек в кавычках не зависит от того сколько ты языков знаешь вот то же самое великость страны зависит от того как живут обычные люди какие они получают зарплаты как у них с медициной и образованием вот от этого зависит великость страны процветания достаток и удобства для каждого человека не только для верхушки но великость россии построена на каком-то это то что я вижу то что они транслируют типа на какой-то гегемонии грозе всему миру типа русские чем-то лучше других почему непонятно ребята это пропаганда это пропаганда да со стороны россии пропаганда она есть но она есть везде в каждой стране есть пропаганда вот то что транслирует этот молодой человек это российская пропаганда как бы ну и глупо скрывать да и горе что ее нету да просто надо просто важно понимать что она есть вообще везде везде есть пропаганда и вот эти вот тезисы которые транслирует этот молодой человек это как раз таки вот эти все высказывания российской пропаганды, но тут как бы на то ты и человек, на то ты и умный человек. Вот в этом моменте ты как раз таки, наверное, как-то можешь отличить зерна от плевел. Что вы считали Казахстан частью своей империи? Нет. Казахстан это отдельное государство, и вам тоже не стоит сюда лезть. Ну и вот эти вот вопли отдельных депутатов в России, что в Казахстане притесняют русских. Хочется задать вопрос, какое вам нахер дело? Давайте мы сами разберемся без вас. Я, наверное, много мог бы рассуждать на эту тему, но не буду заходить дальше. Просто я хочу высказать вот такую вот мысль, что иногда какие-то призрачные твои русские где-то в России, они тебе никто на самом деле. А казахи рядом, с которыми ты вырос, с которыми ты общался всю жизнь, они тебе намного роднее и ближе. И национальность тут вообще не играет никакой роли на самом деле. Вы знаете... Ну, так же я могу тоже сказать, и в принципе, ну, тут это прописные истины, как бы здесь глупо спорить. Вот у меня друг есть, татарин, да, мусульманин, друг детства. Он мне гораздо ближе и роднее, как брат, чем какой-то русский, который живет в Казахстане. Такая же ситуация, абсолютно зеркальная. Это как бы прописная истина, и это даже, ну, ну, наверное, не обсуждается, и это как-то тяжело даже оспорить. Вот и все. Знаете, что люди из разных рас отличаются меньше по ДНК, чем шимпанзе, которые обитают рядом из разных стай. Это просто мои мысли. Кстати, в Казахстане парень с парнем никогда не здороваются. Привет. Салам, салам алейкум, но привет это только для девочек. Просто я, когда слышу от мужика привет, у меня как бы в голове все переворачивается. Мне интересно знать, что вы думаете по этому поводу, поэтому обязательно пишите в комментариях, может, у вас есть что дополнить, может, вы не согласны со мной. Давайте обсудим. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам... Так, ну, по поводу привета, да, это тоже такая прям субъективщина. Ну, я частенько говорю, о, привет, привет, да, как бы вообще даже не задумываясь своему лучшему другу, товарищу, коллеге по работе. Я не знаю, это ваши какие-то местные особенности, да, наверное, традиции, да, в кавычках можно так сказать. Вы в это что-то вкладываете, какой-то, наверное, смысл. Ну, вот этот молодой человек, который говорит, у меня все переворачивается, не знаю, у меня ничего не переворачивается. Как бы и что, да, смотря с каким вопросом, с каким посылом ты к человеку, о чем-то общаешься, наверное, да, это, наверное, больше имеет значение, чем просто какое-то слово. Это, ну, это субъективщина. Это все, да, это, ребята, это все субъективно. Так, ребят, ну что? Ну, видео такое достаточно интересно было, да? Негодование молодого человека, который, хотя молодой, да, сколько ему лет? Может быть, просто хорошо сохранился, может быть, он вообще мой ровесник. Может, ему тоже, там, четвертый десяток на секундочку. Как-то так. Формат. Не его формат видео. Интересно, чем он занимается. Может быть, музыкой, судя по заднему фону. Ну, ладно, это, как бы, к видео не имеет значения. В принципе, высказался. Повторяться, я думаю, не имеет смысла. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу моих слов. В принципе, по словам, что сказал этот молодой человек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Удачи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok